Поселение Березняковское Ремонт теплосетей и котельных в Березняках Занимались также и жилым фондом Я бы хотел поблагодарить за работу нашу управляющую компанию Которую большой объем работы провели в жилом нашем секторе В многоквартирных наших домах Программа губернаторская по ремонту подъездов Выполнена практически почти на 90% По программе, которую они планировали сами В Сватково все практически дома, швы заделаны Привлекались даже, насколько я знаю, альпинисты какие-то, ребята Заменены, где подъезды ремонтировались В местах общего пользования Окна на пластиковые В общем-то, работа идет Раньше такого, в принципе, не было В планах поселения создать парковую зону на том месте, где когда-то рос бурьян Сейчас территория огорожена забором и засеяна газоном Стоит детская площадка В этом году проложили асфальтовую дорожку и поставили фонари Проект парка уже готов, но не хватает финансов на его воплощение Рядом меняют забор на площадке по мини-футболу Здесь проходят районные соревнования На следующий год мы нашли возможность в бюджете Предусмотреть средства на полную замену искусственного газона Здесь, в общем-то, будет это, ну, достаточно хорошего уровня Футбольная такая вот поляна Владимир Жульев почти 10 лет занимает должность главы сельского поселения Березняковская Говорит, что этот год для поселения стал особенно сложным Денег не хватало даже на текущие расходы Причина – особенность пополнения местного бюджета 80% дохода приносит налог на землю, который собирается в конце года Пришлось брать кредиты у района Благодаря нашей совместной работе с районом Мы практически все свои расходные обязательства, принятые нами, мы выполнили Достаточно много было сделано здесь и по дорожному строительству внутриквартальных дорог И много было сделано для детей У нас 15 детских площадок на нашей территории И, в принципе, мы не можем до без конца их развивать, да, нужно ведь и содержать эти все площадки Чем и занималось наше муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству Это дом культуры «Юность». 17 ноября ему исполняется 35 лет Коллектив готовится к юбилею В этом году здесь привели в порядок сцену и полы в Большом зале А также впервые полностью отремонтировали кровлю Деньги пришли из Министерства культуры Московской области Поменяли потолок в Большом зале Потому что в связи с этими протечками, которые были постоянно и по весне Он, конечно, был в ужасном состоянии И сейчас, вот к юбилею Дома культуры Гости, которые к нам придут 17 числа, вот в эту субботу Они уже будут, конечно, сидеть совершенно в обновленном зале В 2013 году Дом культуры «Юность» признали лучшим Среди сельских домов культуры Подмосковья А потому коллектив надеется к 2023 году Попасть в областную программу по капитальному ремонту учреждений культуры Как живется в Березняках, мы спросили жителей Ну, порядок поддерживается А в целом, как оценивать работу в муниципальной власти? Ну, я думаю, что хорошо Они следят вот всегда за освещением Все лампочки меняются Стало светлее по ночам, они следят за этим Ну, вот, дороги проблемы, конечно, местами Ну, а так плохого ничего пока не могу сказать Озеленение прошло Площадки детские поправили вроде как бы Так вроде все нормально А чего не хватает? Что вы хотели, чтобы на будущий год? Ох, не хватает Полицейских лежачих не хватает по поселку Как я приехала, здесь вообще не было асфальта, ничего А сейчас нет, нет И памятник поставили И детские площадки, и все Нет, хорошо сейчас Даже умирать не хочется По словам главы поселения В будущем году планируют расширить бюджет За счет областных субсидий Екатерина Фурсова, Антон Коврежных, Тема